Всем привет! Это Омай-Арт. Омай-Арт на Сицилии в Палермо. Мы переехали сюда на манифест. Это биеннале, которое путешествует раз в два года по разным городам Европы и вот сейчас в Италии. Я сижу на лестнице Театра Массимо. Это визитная карточка города. На этой лестнице случилась одна из самых известных кинематографических смертей. Сейчас на этой лестнице кто чем только не занимается. Сижу на лестнице Театра Массимо, чтобы записывать стендап. Сзади люди почти что спаривают на этой лестнице. Работа наших соотечественников на манифесте. Называется «Маре Медитераниум». Работа называется «Маре Медитераниум». Вот они. Фарфоровые статуэтки, которые могут украсить, ну не знаю, любой сервант. И здесь, конечно, мигранты и мир их вполне глянцев и вполне китчев. Вот, например, смотрите, какая прекрасная спасительница. Ну и как и на любой биеннале, выставки проходят на разных площадках. В Палермо эти площадки в основном палацца и церкви. Большинство из них находятся в старом районе Кальса. Вот, например, одна из площадей этого района. На ней до сих пор следы запустения после бомбежки аж 43-го года. Ну а главная тема биеннале – планетарный сад, культивируя сосуществование. И тему эту придумали кураторы после того, как посетили ботанический сад Палермо. Отправимся туда и мы. Ботанический сад в Палермо – это, конечно, не для северных людей, потому что сходишь с ума. Здесь растет все, какие-то миллионы видов кактусов, цитрусов. Есть даже целая аллея бутылочных деревьев. Я в жизни никогда таких не видела. Напитки выдает художник Леона Кантини. А вот это его объект. В этом закутке представлены, ну, скажем так, растения одного семейства, но разных фасонов. И идея такова, что семена растений, как и люди, должны совершенно спокойно и беспрепятственно разлетаться по миру. Что в мире не должно быть границ, не должно быть проблем с бумагами, ну и всего такого. Кстати, итальянское правительство недавно заявило, что больше не будет принимать мигрантов. И вот левая манифеста в лице художника и его кабачков спорит с этой идеей. Палаццо Аютами Кристо. Мне очень нравится это произносить. Аютами Кристо. Говорят о невидимых связях. И вот эта работа, которая называется «Железные кольца», как раз, собственно, о такой невидимой связи. Вот это кольцо сделано из трубы нефтепровода, который идет из Саудовской Аравии в Ливан. И проходит несколько стран. Все эти страны находятся в довольно иногда непростых отношениях. Но это никак им не мешает быть связанными одной вот этой трубой. Строго говоря, так и в жизни случается. Мы, может быть, не отдаем в этом отчет о себе, но вообще-то всем связано. 20 пустых бочек, которые издают такой странный звук. Это инсталляция. Называется «Третий хор». В каждой бочке есть мобильный телефон. И он издает вот этот вот звук, который тебя тревожит. Сама автор из Алжира. И она, конечно, говорит о том, что вот эти вот неприятные проблемы мигрантов, они нас тоже как-то дергают, но мы стараемся на них не обращать внимания. И автор знает о всех проблемах перемещения не понаслышке. В Алжире долго действовал закон, который не разрешал вывозить культурные ценности. Не просто не разрешал их там продавать, а просто даже показывать. И вот ее работа стала первой, которую официально вывезли из Алжира. Вот там даже висит документ об этом. Собственно говоря, работа не новая, но проблемы в мире как-то еще пока эти не решены. Ну и с другой стороны, не все нам должно впечатлять. Ну и одна из главных работ, посвященная проблемам миграции, это вот эта вот гора соли Патриции Карсенхаут, голландской художницы. Это морская соль, добытая в Трапане, это местечко на Сицилии. И все это связано с такими верованиями Карибских островов. В том, что если раб будет есть меньше соли, его тело станет легче, и он быстрее вернется обратно на родину. Ну ничего этого, понятно, не происходило. Художница предлагает каждому посетителю набрать соли и дома растворить эту соль в воде, и тем самым, может быть, таким образом помянуть души тех, кто умер в рабстве, может быть, дать им какую-то действительно свободу, или тем самым вернуть эти души на родину. Современное искусство прекрасно, несовременная полерма прекрасна тоже. Все. Вот видите, даже написано ТУ-ТО. Все. Смотрите нас на Art.TVI, подписывайтесь на OhMyArt. До встречи в другой стране.